В безжалостном мире охотников и жертв быть высшим хищником хорошо. Среди высших хищников Африки есть даже собаки. Хищные животные вступают в схватки с таей, прайдом. И из засады. Сколько охотников, столько и тактик. Каждая из них своеобразна, но всегда эффективна. Хищник и жертва. Лев. Грозный. Уважаемый. Легендарный царь зверей. Но среди крупных кошачьих львы не самые крупные. Не самые быстрые. И, откровенно говоря, даже не самые сильные. Что же делает их столь величественными? Царями зверей. Львы действуют сообща, охотясь прайдами. Это позволяет им не только добывать более крупных зверей, но и благодаря взаимопомощи охотиться гораздо эффективнее. И координация групповых атак в основном лежит на львицах. Подкрадываясь, они действуют настолько слаженно, что когда они затем атакуют, они полностью сбивают жертву с толку, и она не знает, куда бежать. Львицы разгоняются до 80 километров в час. Но только при кратких бросках. И потому при охоте на самых быстрых зверей континента идут на хитрости. Из-за плохой выносливости они стараются подкрасться как можно ближе. Кроме того, они прибегают к засадам, прячась в высокой траве у водопоев, чтобы добыча сама подходила к ним на расстояние броска. Повалив жертву, львица быстро перекусывает ей горло, лишая ее притока воздуха. Коренные зубы львов прекрасно разделывают мясо. Но командная работа сводится не только к охоте. Прайды состоят из родственников. Все львицы – родственницы друг к другу, а потому родственны друг к другу, и все львята, и, как правило, все они рождаются в одно время. И поскольку все львицы являются сородичами, они охотно вскармливают любого львенка своего прайда. Это может быть даже не их детеныш, а внук, племянник или племянница. Львица может выступать нянькой и кормилицей, пока остальные члены прайда добывают пропитание для всех. Самцы охотятся редко, но они служат прайду иначе, защищая территорию и ресурсы прайда от кланов гиен и других львиных семей. Самцы патрулируют территорию площадью до 260 квадратных километров, оберегая ее от соперников. Ставки высоки. Прайд-захватчик усилит свои ряды львицами побежденного и убьет всех их детенышей. Для защиты от захватчиков нужны грубая сила и тактика. Есть гипотеза, что львы различают друг друга по голосам и так определяют размеры чужого прайда, делая вывод, атаковать им его или отступить. Все проработано словно военная операция, ведь от этого зависит выживание их прайда. За эту преданность прайду, необходимую для выживания и уникальную для крупных кошачьих, львов и считают по праву царями. Львов славят все, а гиен – никто. За гиенами закрепилась репутация уродливых, воющих падальщиков, ворующих чужую добычу. Однако это несправедливо. Они еще и блестящие стайные охотники, добывающие крупных зверей, например, гну и зебр. Но они действительно едят так же молодых и ослабевших и даже потрошат их живыми. Причем делают это с противной улыбкой и демоническим смехом. Неудивительно, что люди так легко проникаются отвращением к гиенам. Только легкой добычей не брезгуют и многие другие. В том числе и благородный лев. На самом деле, отличия гиен от многих других хищников всего лишь поверхностные. Гиен считают скрытными падальщиками, но 95% своей добычи они убивают сами. Их внешность обманчива, гиены смышленые и даже храбрые. Они защищают свои трофеи от более крупных хищников. Они оберегают друг друга, слыша зов о помощи своих сородичей за 10 километров. В Серенгете эти особенности позволили им преуспеть. Гиены гораздо многочисленнее львов. В Серенгете около 2000 львов и 1007 гиен. Гиены изматывают жертву своей численностью и упорством. Они полагаются на силу стаи, а не отдельных особей. Даже вступают в погоню поочередно. Стаями они могут валить таких крупных жертв, которых они не повалили бы поодиночке. Измотав жертву на открытые равнини, они сообща ее умерщвляют. Во время охоты гиены импровизируют, действуя по обстановке. Но правила питания менять не позволяется. В их среде матриархат. Самки имеют высший ранг и едят первыми. Затем едят детеныши и, наконец, самцы. Те, кто от голода лезет без очереди, в назидание получают трепку от главной самки. Они должны терпеть и приставания нахальной молодежи, иначе им грозит хорошая взбучка. Бурные драки не единственный метод порицания. Споры решаются и этим пронзительным хохотом. Наукой доказано, что высота этого смеха показатель возраста, а чистота — ранга особи. В Серенгете стаи гиен встречаются только на открытых безлесных равнинах. А в лесистых районах Серенгете, составляющих две трети его, гиены живут в одиночку и охотятся только на мелкую дичь. Они могут есть все, что они находят в Серенгете, и потому почти никогда не голодают. Ученые в университете Дьюка недавно сравнили умственный уровень пятнистых гиен и шимпанзе. Пятнистые гиены не оказались умнее шимпанзе. Но, как ни странно, они далеко превзошли обезьян в умении решать задачи сообща. Двум шимпанзе нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы выполнить ту же задачу, с которой две пятнистые гиены могут справиться за пару минут. На воле от успешности такой командной работы порою зависит жизнь. Многие считают гиен некрофагами, но они падальщики только в определенных обстоятельствах, в основном, когда они охотятся в одиночку. И в охоте они крайне преуспевают, так как очень многочисленные в природе. Но порой не так легко найти и падаль. Гиены узнают о том, где она, издалека замечая кружащих над ней грифов. Пятнистые гиены весят 80 килограммов, в два раза меньше, чем лев. Но сила укуса у нее, что удивительно, такая же, как у льва. 900 килограммов на квадратный сантиметр. Поэтому, находя даже обглоданные кости, они разгрызают их, извлекая из них питательный мозг. Крупные кошачьи так не делают. И уже за одну эту тактику выживания гиены достойны уважения. Они, может, и не красавцы, но зато всегда смеются последними. Для выживания в Дикой Африке любое животное должно чем-то превосходить соперников. Одни силой, другие хитростью, гепарды же быстротой. Они так совершенны, что могут поймать обед меньше, чем за полминуты. Оставьте грубую силу гиенам и львам. гепарды, гепарды ростом в 80 сантиметров и весом в 50 килограммов, созданы для скорости. Они развивают скорость до 100 километров в час, бегают вдвое быстрее борзой, и в два с лишним раза быстрее самого быстрого человека в мире. для такого рекордного бега мало быть небольшим. Значительная часть их тела состоит из скелетных мышц. Их намного больше, чем у других наземных млекопитающих. Эти мышцы приводят в действие конечности, осуществляют передвижение. Их волокна очень длинные, сильные и сокращаются в очень быстром темпе. Позвоночник гепарда действует как продолжение его задних лап. При их движении вперед позвоночник изгибается и распрямляется, отбрасывая их обратно. Все эти особенности придают ему большую силу, разгоняющую его до высокой скорости. Дыхательная система гепардов эффективна, что позволяет не задыхаться при скоростных погонях. При столь быстром передвижении нужна уйма кислорода. Поэтому у них особым образом адаптирована и дыхательная система. У них очень крупные носовые проходы, что позволяет вдыхать много воздуха, сравнительно большие и вместительные легкие и очень большое сердце, бьющееся очень быстро. Гепарды созданы для скорости, но одна скорость хищника не прокормит. У них выработались тактики для охоты как в одиночку, так и группами. Самки, бездетные или с детенышами слишком маленькими для охоты, работают одни. А подрастая, детеныши начинают охотиться вместе с матерью. Редкая, но ценная тактика в мире больших кошек. Самцы тоже охотятся группами. Но как бы то ни было, этим худощавым зверям по зубам лишь некрупная добыча. однако охоту это не упрощает. Они выбирают дичь помельче, но очень быструю, такую, как газели Томпсона, газели Гранта. Гепард, бегун-рекордсмен и мастер охоты, но есть одна вещь, которой природа его обделила. Выносливость. Несмотря на широкие носовые проходы, если он не настигнет дичь на отрезке в 300 метров, он полностью выдохнется и останется голодным. Обычно он догоняет дичь метров за 200 от точки начала погони и секунд через 10 после ее начала. Гепарды не могут бежать долго, потому что развиваемую скорость их дыхательная система едва выдерживает. Чтобы поймать себе обед, гепард должен подкрасться к жертве как можно ближе, хотя бы на 50 метров. Чтобы его не заметили, он крадется под прикрытием кустов, деревьев и высокой травы. И когда он находится максимально близко, начинается погоня. Газели уступают гепардам в быстроте и потому резко кидаются из стороны в сторону и гепардам приходится столь же резко кидаться за ними. Строение их лап позволяет им это, так как дает хорошее сцепление с грунтом, подушечки на них жесткие, а когти всегда выпущены. гепард сбивает добычу с ног, хватает за горло и душит. Пока дыхание газели замирает, дыхание гепарда восстанавливается благодаря его большим ноздрям. Но и добившись своего, гепард как и гиена должен быть бдителен. Если о его охоте пронюхал лев, то теперь может отнять трофей. Поэтому гепард ест как можно быстрее. Он заглатывает мясо кусками, стараясь съесть как можно больше, поскольку он знает, что, скорее всего, лишится своей добычи и, к тому же, он должен кормить своих детенышей. Пока он ест, его добычу легко могут отнять более крупные хищники. Трудности бывают у всех хищников, но им нужно есть. Гепарды быстрые, как молния. Они этим славятся и все-таки упускают почти 70% своей добычи, но такова уж их скоростная жизнь. У них много названий. Гиеновые собаки, гиеновидные собаки и расписные волки. В любом случае, эти собаки не друзья человека. Они грозные стайные охотники, которые способны заполучить крупную добычу. Это вам не шарики, жучки и бобики. Это гиеновые собаки. Дальние родичи домашних собак и сила их в количестве. В стаях бывает до 30 особей. И хотя стаи велики, эти собаки охотятся как единой слаженной и успешно действующей организм. Чем крупнее их стая, тем эффективнее они добывают мясо. Они хищники средней величины, поэтому их добыча, как правило, значительно крупнее их. Если они охотятся, например, на зебру, то она весит в 8-10 раз больше собаки. Так что они, нападая на нее, устают, и поэтому нападают поочередно. К тому же, сообщаем, легче повалить ее, чем в одиночку. Это делает их одними из лучших охотников в мире. У гиеновых собак погоня бывает успешной в 90% случаев. У львов же этот показатель не достигает и 40%. Они умеют охотиться быстро, чтобы их добычу не отняли более крупные хищники. Заметив подходящую жертву, они ее окружают. А когда бросаются в погоню, то начинают действовать как бы посменно. Сначала в погоню вступают одни, и когда они устают, их место занимают другие, потом третьи и так далее. Когда они добираются до животного, они пытаются его остановить, в основном хватая за живот. Вожаков в стае двое, самец и самка, остальные их потомство и родственники. Самцов намного больше, чем самок. Они столь сплоченные, что входят в число немногих видов, горюющих о смерти сородичей. И в отличие от других хищников, например, волков, если в стае гибнет правящая пара, стая полностью распадается. Психология стаи не сводится только к охоте. Для диких собак они уживаются друг с другом на удивление мирно. Тщательное изучение этих оклеветанных животных вскрыло невероятные факты. Если не считать редких перепалок между доминантной и низшими самками, дикие собаки очень терпимы друг к другу. Они даже поддерживают друг друга и регулярно скрепляют свою связь ритуалами приветствия. Каждое утро они прыгают, скулят, виляют хвостом и лижут друг другу морду. Эти собаки берут на себя те роли, которые соответствуют их навыкам. Долгие наблюдения показали, что самец может забросить охоту и стать няней, все дни присматривая за щенками, пока стая охотится. Другие берут на себя обязанность сиделок, нося еду больным сородичам и выхаживая их, пока они не выздоровеют. Такая взаимовыручка невероятна. Ее трудно ожидать от стаи диких собак. Все члены стаи что-то делают для заботы о более слабых сородичах. Например, каждая собака время от времени кормит щенков, защищает их, играет с ними и все в таком духе. Они очень оберегают щенков и стараются давать все, что им нужно. Рисунок пятен у каждой собаки неповторим. Есть мнение, что это помогает им в охоте, но точно у этих собак высокоразвитая система общения. По разнообразию издаваемых звуков они сравнимы с дельфинами. Они не только лают и рычат, как домашние собаки, но и подают друг другу сигналы на большое расстояние высоким тявканьем и долгим воем. Как и у многих других видов, у них есть кличи на разные случаи жизни. Мы уже распознали их значение. Если мы для чего-нибудь разделяем группу этих собак, например, кормим самца отдельно от самки, чтобы она ему не докучала, то самки снаружи сдают долгий зов, и этот зов обращен именно к нему. Они просят его откликнуться. на стайной общности строится само выживание гиеновых собак. И в стае они проявляют силу, умение и необычайную смекалку, что делает их одними из самых искусных охотников в природе. Высшие хищники, видимо, выиграли в рулетку эволюции. Охотясь, эти виды превосходят свою дичь силой, продуманностью тактики и слаженностью действий. Они на вершине пищевой цепи и на вершине животного царства. Редактор субтитров Корректор Субтитров Корректор Субтитров